Друзья, всем привет! Пока с одной стороны наш президент Владимир Зеленский и его секретарша Андрей Ермак показывают себя великими патриотами о том, как они переживают за нашу страну, как они договариваются о вооружении, которое планируют поставить в Украину. Мы узнаем все новые и новые детали, которые поистине показывают, кто они на самом деле. Вчера я прочитал новость о том, что народного депутата Украины от запрещенной пророссийской партии Вадима Столлара не выпускают из Украины, чтобы он вернулся к себе в Монако, где он провел с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. Отдельно хочу сказать то, что бизнес-партнеры Столлара еще в начале войны говорили о том, что Столлар их обзванивал и говорил, что сейчас буквально неделька, поменяется власть, и дальше будем работать с новой властью. Это показывает о том, что он был в полном коннекте с пророссийскими деятелями. Так вот, я решил разобраться, почему же его не выпускают, и всплыли очень интересные детали. В 2020 году Виктор Медведчук купил долю в строительном бизнесе Boot Development и компании Enzo. Тогда основной пакет акций принадлежал Столлару, Владе Молчановой и Горовым. Так вот, Медведчук купил 60% акций этой компании за 65 миллионов долларов. Сумма формировалась по принципу 40 долларов за потенциальную аудированную прибыль в 100 долларов. Заплатил он за это 65 миллионов долларов. И вот интересная деталь. В 2021 году в реестрах начинает появляться некий Артем Колюбаев с долей в 10-12% от этого бизнеса. Мы начали копать еще дальше и узнали о том, что в 2020 году, после того, как главой офиса президента Украины стал Андрей Ермак, Виктор Медведчук, для того, чтобы наладить отношения с офисом президента Украины, переписал 10% доли своей части на Артема Колюбаева, человека, который тесно связан с Андреем Ермаком. Они были учредителями в одних и тех же компаниях. И теперь смотрите, какой нюанс. Андрей Ермак, когда стал главой офиса президента Украины, он стал сразу партнером с Виктором Медведчуком. Эта доля была переписана для того, чтобы власть не трогала Виктора Медведчука. И сейчас, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, доля Медведчука оказалась бесхозной в размере 50%. И вот сначала Вадим Столлар ее себе забрал. И теперь, когда он вернулся в Украину, Ермак понял, что он может его не выпускать из страны и заставить его переписать эти 50% на Артема Колюбаева. Человека, который никогда в жизни не имел опыта в строительном бизнесе, никогда этим не занимался. Получается, что самый приближенный человек к Владимиру Зеленскому, Андрей Ермак, человек, который управляет нашей страной, который является агентом ФСБ, по сути был партнером с Медведчуком через своего подставного фунта. При Андрее Ермаке Колюбаев возглавил Раду господдержки кинематографии. Он сооснователь компании AmmoVision, бенефициаром которой до 25 февраля 2020 года был Андрей Ермак. Потом он переписал его на своего Артема Колюбаева, как на фунта. Точно так же они были владельцами компании TOF Spilna Perimoga Production. И Колюбаев в 2020 году получил финансирование на 25 миллионов гривен этой компании. Я отправил депутатское обращение в Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту завладения доли бизнеса Медведчука с долларом и Ермаком, хотя на самом деле этот бизнес должен был идти в счет государства. Искренне надеюсь, что скоро эти ублюдки понесут наказание. Вы понимаете, какими они циничными уебками являются вся наша власть, когда они в 2020 году, у них уже был общий бизнес с Медведчуком. Они делали вид, что они борются с пророссийскими деятелями в Украине, а параллельно они делали бизнес вместе. И сейчас Андрей Ермак пытается полностью под себя подмять основной пакет акций в этих строительных гигантах. Это и показывает, почему Зеленский держит Ермака рядом с собой. Потому что это делается исключительно с уведомления Зеленского, и он прекрасно в курсе о всех его делах. И почему он не увольняет Ермака? Потому что Ермак для него держатель его денег, его коррупционных дельник, куда они сейчас зашли. Я узнал еще одну интересную информацию, о которой я говорил в предыдущем обращении. То, что Олега Татарова собираются, по информации, которую мне сказали, назначить губернатором Харьковской области после того, как уволят с офиса президента. И знаете, кто ему там собирается помогать в Харьковской области пилить бюджетные деньги? Конечно, Вадим Столар. Он будет у него там отвечать за его бэк-офис. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, как Зеленский или вот этот Чувырла Ермак, ублюдок, выходит и рассказывает какие-то патриотические вещи, вы должны помнить, какая это поистине гнида. И этот момент точно, мы прекрасно понимаем, настанет, когда мы этих ушлепков просто за уши будем в СИЗО затягивать, где они будут пожизненно сидеть. На этом истории не закончились. Вчера НАБУ задержало исполняющего обязанности министра общины территории Василия Лозинского за взятку в 400 тысяч долларов. С поличными задержали. В этой операции принимало порядка 150 детективов НАБУ. И что самое интересное, взятка была за откат, за закупку генераторов. Генераторов, которые предназначались для больниц, генераторов, которые предназначались для школ, для других учреждений первой необходимости. Это все генераторы, которые должны были ехать во фронтовую часть нашей страны. И они хотели получить 400 тысяч долларов отката. Господин Лозинский является приближенным к премьер-министру Украины, к Денису Шмигалю Человеку. И очевидно, что подобные откаты они не могут происходить без ведома премьер-министра страны Дениса Шмигаля, главы офиса президента Украины Андрея Ермака и президента Украины. Потому что по всем министерствам есть разнарядка пополнять партийную кассу. Это я слышал не от одного зама министра, которые жаловались о том, что офис их прям щемит и нагибает для того, чтобы они партийную кассу наполняли. Для того, чтобы они могли в конвертах выплачивать деньги народным депутатам, для того, чтобы они дальше могли какие-то свои шкурники решать и выводить деньги на свои офшоры. В 2013 году, когда Денис Шмигаль стал директором департамента экономического развития Львовской области, он сразу того же Лозинского назначил начальником управления по инвестициям. Это говорит о том, что эти люди они просто тесно связаны. Это очень приближенный человек к Денису Шмигалю. И такие откаты сейчас происходят сплошь и рядом. Представьте, какие откаты сейчас в агентстве по оборонным закупкам, который курирует лично Ермак. Мы в одном из выпусках говорили, где откат был порядка 100 миллионов гривен, сотни миллионов гривен отката были. Это все происходит здесь и сейчас. Пока одни защищают нашу страну, другие вот такие ублюдки продолжают выкачивать последние из нашей страны для того, чтобы обеспечить себе беззаботную жизнь в будущем. В субботу журналист, основатель портала «Наши гроши» опубликовал вопиющий документ, который показывает, насколько эти мрази охренели. Министерство обороны Украины на 2023 год совершило закупку продуктов питания на 13 миллиардов гривен. Цены завышены в 2, а в некоторых случаях и в 3 раза. Представьте этот масштаб. Просто в 2, в 3 раза. Это минимум. Они просто решили спиздить с ваших карманов порядка от 3 до 4 миллиардов гривен. Вы думаете, после подобного скандала Министерство обороны как-то отреагировало на этот скандал? Они, например, министр обороны Резников написал заявление на то, чтобы уйти с поста министра? Нет. Министерство обороны сделало заявление, что они обратились в Службу безопасности Украины для того, чтобы наказать тех, кто такие манипулятивные документы выпускает. Мне это напоминает историю с пленками Ермака. Когда я их опубликовал, на мне открыли 3 или 4 статьи. Разглашение государственной тайны, государственная измена была. Вот как на самом деле режим Зеленского, режим зеленой плесени власти борются с теми, кто обнародует подобные материалы. И, конечно же, кто, вы думаете, будет расследовать подобные закупки? Единственный орган, который, как мы видели по предыдущему сюжету, который задержал исполняющего обязанности министра громады общин, так вот, господина Лозынского, так вот, единственный, кто может это расследовать, это Национальное антикоррупционное бюро Украины, САП. Я отправил депутатское обращение с просьбой привлечь к ответственности, с требованием привлечь к ответственности этих уебков, которые решили во время войны запаковаться. Но очевидно, что все это исходит от Зеленского, от Ермака, от их подхода выкачать просто все из нашей страны. Не просто так Ермак ставил Дениса Шарапова на, как я уже говорил, на агенцию по оборонным закупкам, потому что сейчас на это направление направляется самый большой бюджет в нашей стране. Сотни миллиардов гривен будут проходить через доверенного человека Андрея Ермака. Поэтому, знаете, это отдельно я хотел бы обсудить для тех, кто иногда пишет комментарии, что сейчас на начасе, не на часе об этом говорить. Мы об этом не говорили на протяжении полугода, когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации. К чему это привело? К полной узурпации медиа, к абсолютно безнаказанному грабежу во всех сферах. Министра задержали. Такого не было за всю историю независимости Украины, чтобы с поличным задержали министра какого-то. Это впервые. Они настолько чувствуют свою безнаказанность, что даже министры едут уже получать откаты. Раньше какие-то смотрящие были, они настолько уже уверены в себе, настолько уверены, что не всех подмяли под себя, что едут забирать свои откаты. Но мы должны задаться вполне логическим вопросом. Почему не работает СБУ? Почему не работает Государственное бюро расследований? Почему не работает Офис Генерального прокурора? Почему не работает Министерство внутренних дел? Они все крышуют эту коррупцию. Они все замалчивают. Они все не открывают никакие уголовные дела по указанию банковой. Единственная история, в которой мне бы хотелось сейчас обратить ваше внимание, связанная с Службой безопасности Украины, когда представители СБУ казнили в автомобиле двойного агента, который предупредил нас о 23 февраля о том, что Путин издал указ о том, что 24 февраля 2022 года Россия нападет на Украину. Служба безопасности Украины казнила в автомобиле этого человека. Об этом вышла статья Wall Street Journal. Давайте теперь о ней поговорим. Денис Киреев был двойным агентом. В 2021 году, по словам Буданова, им удалось завербовать Киреева, и он стал агентом нашей разведки. Буданов об этом заявил в интервью. 23 февраля 2022 года именно Денис Киреев предупредил Буданова о том, что Россия планирует 24 числа напасть на Украину и предоставил полный пакет разведданных, откуда и как планируется это нападение. В том числе, по словам Буданова, отстоять Киев помогли именно разведданных Киреева, потому что он указал четкое место, куда планируется выброска десанта, российского десанта. Это был аэропорт Гастомель. После уничтожения взлетно-посадочной полосы аэропорта Гастомель российская армия не смогла посадить свои самолеты в Гастомель. Это все произошло благодаря тому, что Киреев предоставил разведданные. Что происходит потом? Я зацитирую отрывок из статьи Wall Street Journal. Крупа выехала в центр Киева и остановилась возле Софиевского собора. Подъехали несколько микроавтобусов с агентами СБУ и приказали военным разведчикам и телохранителям Киреева сдать оружие. И Киреева увезли в микроавтобусе. Примерно через 90 минут к месту обнаружения тела господина Киреева были вызваны сотрудника военной разведки, пишет Wall Street Journal. По информации окружения Киреева, у него сзади были завязаны руки и выстрел в затылок был. Серьезная ситуация, потому что это говорит о том, что у нас в службе безопасности Украины до сих пор есть агенты ФСБ, которые просто решили устранить агента, который предупредил о планирующем нападении Российской Федерации. Это вот эта служба безопасности Украины, которая сейчас ведет слежку за оппонентами режима Зеленского, которая прослушивает телефоны, который врывается ко всем оппонентам, которые критикуют Зеленского и пытаются открывать на них уголовные дела, для того, чтобы заставить их замолчать. В службе безопасности Украины за эту спецоперацию отвечал господин Поклад, Александр Поклад, бригадный генерал с службы безопасности Украины, начальник департамента контрразведки СБУ с 30 ноября 2021 года. Именно контрразведка СБУ сейчас занимается слежкой за моим домом, слежкой за моими помощниками, за моим окружением, допрашивает мое окружение. Именно контрразведка СБУ занималась в предыдущем ролике, то, что я рассказывал, когда представители службы безопасности Украины хотели вырезать дверь моего помощника для того, чтобы его допросить по ракетным ударам перед Новым годом. Просто допросить, доступ к квартире получить. Именно этим сейчас занимается служба безопасности Украины. Они просто устранили человека, который предупредил главное разведательное управление о том, что Российская Федерация нападает на Украину. Отдельно хочется сказать то, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, а он главный вещатель Офиса Президента, заявил о том, что Киреева убили из-за плохой координации службы безопасности Украины и главного разведательного управления. Выходит, Подоляк признал казнь человека. Мы могли Киреева допросить. Он мог быть ценным свидетелем планов Российской Федерации, потому что он общался в России с крупным бизнесом. Он был украинским агентом. И вместо того, чтобы задержать, допросить, иметь ценного свидетеля, служба безопасности Украины, а я уверен, что это представители ФСБ в рядах службы безопасности Украины просто устранили человека, который слил им разведданные. Это же примерно и происходило, вспомните историю с вагнеровцем, когда один из вагнеровцев решил сдаться Украине и рассказать про зверства, которые происходили, которые делают вагнеровцы на оккупированных территориях. Что потом произошло? Служба безопасности Украины его задержала и обменяла на пленных наших. Человек, который сдался в плен, рассказывал про зверство, являлся ценным свидетелем службы безопасности Украины, в договоре с ФСБ России отдает им его. И что делают вагнеровцы? Они публично его казнят, для того, чтобы все, кто дальше захочет перейти на сторону Украины, знали, что с ними будет. Все равно СБУ их задержит и по договоренности с ФСБ отдаст их Российской Федерации. Вот такая у нас служба безопасности Украины, которая работает на руку Кремлю. Нам всем после войны нужно принципиально полностью расчистить всю службу безопасности Украины. Просто его закрыть и сделать новый набор всех людей. Там все продажные агенты. Мы не должны допустить, чтобы и дальше агенты ФСБ находили службы безопасности Украины. Это же и распустить нужно государственное бюро расследования, которое стало репрессивным станком. Нужно точно так же полностью расформировать Генеральную прокуратуру Украины, которая просто занимается продажей уголовных дел. На того открыли, получили откат, закрыли уголовное дело. Мы видим, что творится в судах. Абсолютный беспредел. Ни один человек в нашей стране законно, честно не может себя защитить в судах. Потому что все решается либо за деньги, либо по звонку с офиса президента Украины. Мы живем в такой стране. Поэтому, когда Зеленский говорит, поднимает вопросы, говорит о том, что мы скоро станем частью Европейского Союза, мы скоро вступим в Европейский Союз, мы скоро вступим в НАТО, это является абсолютной фикцией. Потому что пока у нас в стране творится вот такой беспредел, нас нигде не ждут. Что Европейский Союз, что НАТО заинтересованы в сильном партнере. В сильном, который усилит их альянс. А не просто будет дырой, в которой выкачивает их деньги и творит абсолютный беспредел у себя в стране. Мы должны выполнить наше домашнее задание. Побороть коррупцию, просто посадить всех этих гнид, которые сейчас управляют нашей страной, которые продолжают во время войны заниматься коррупцией. Это наше домашнее задание. И наше задание как граждан Украины. Мы должны довести дело до конца. Слава Украине!